ну что ж коллеги продолжаем работать из города кемерово и у меня уже в комментариях спрашивали буду ли я смотреть магазины калина-малина ну и для меня большим удовольствием понимать что я сейчас нахожусь гостях у артема волкова который является руководителем проекта калина-малина и благодарю за за то что смогли в такой короткий срок найти время и встретиться со мной да надо надо обратить внимание на то что сейчас мы действительно работаем формате вот я знакомлюсь потому что мы еще не были ранее знакомы и мы сегодня еще будем смотреть ваши магазины вот поэтому мы сейчас поговорим чуть-чуть о том как сейчас развивается данный проект я была ранее и помню как выглядят магазины сколько там интересных сервисных моментов но давайте начнем с того все-таки сколько сейчас магазина сколько лет уже развивается данный проект вот наверное вводными такими блоками пойдем сколько магазинов постоянно цифры меняется каждый месяц что-то мы открываем периодически что-то закрываем я думаю около 110 вот но это включая партнерский магазин то есть магазины которые открывают партнеры по франшизе но в целом это вот где-то такая цифра которая периодически плавает то в плюс то в минус сколько ряд лет развиваемся вообще компании 30 лет но основной головной с которой это все пошло калина-малина как проект больше наверное изначально как поставщиков фермеров кооперация этих поставщиков и фермеров в плане ассортимента просто переросла в то что там розницу нашу стали назвать калина-малина и сейчас ну по сути вот калина-малина если говорить что это относится к рознице они к тому фермерскому проекту чаще вот поэтому если за это за основу брать то это 2014 год 31 августа мы открыли первое очередной день рождения да да первый отдел открыли ну то есть до этого существовала розница которая продавала там колбасу изначально было какое-то количество магазинов на 15 может быть вот и там в 2014 году мы начали заводить фермерский ассортимент вычистили ассортимент не нашего завода чужой которым продавали все на свете и такую глобальную реорганизацию розницы сделали там ставку на сервис там изменили дизайн все все ну того времени можно отчет конкретно калина-малина розницы на навести в 2014 года как розницы с 8 лет до до 8 лет проекта окно вот сейчас внимание готовитесь наверно там какому-то дне рождения отмечаете ну так не масштабно через два года наверно можно у нас просто еще будет через там 31 получается августа это день рождения калина-малина через шесть дней день рождения компании скорее мы к нему больше готовимся и такое обобщенный можно сказать праздник у нас это нет кто ваш основной покупатель но если портрет соцдемт какой-то взять то это в основном люди 25-35 мы недавно снимали даже наверно 40 пусть лет имеющие мало маленьких детей как правило вот в основной такой костяк да они двигаются в сторону там калина-малина когда у них появляются дети такой вот паттерн у них поведения больше да и вот основе в основном женщины в принципе за покупками ходят там большинстве стоим поэтому остальной кость основной косяк это вот люди 25-40 лет с детьми с маленьким касаемо формата магазин насколько я помню это были небольшие формату дома это отдельно стоящие street retail как обычно вы выбираете ну вот как можете вот этот момент обозначить к новой нет отдельно стоящие бывают но нет у нас фокуса только отдельно стоящие на на слишком сложно будет даже на же небольшие площади площади у нас до 150 квадратных метров сам популярный наверное там 7090 оптимально для нас но там естественно то что ты найдешь на рынке вот есть несколько форматов прям 30 квадратов мы там тестируем такой министра до микро формат у нас есть причем достаточно успешно есть один но это же практически как либо остров не ирана не 30 нормально это просто усеченный ассортимент без витрин без там задников где что-то готовится то есть максимально полезной площади касса у нас есть такой в красноярский проект достаточно хорошо работает в красноярске то есть но это семь часов 6-7 часов отсюда а еще в каких городах да география новосибирск алтайский край кемеровская область красноярск томск вот вот это наша география это плечо самое дальнее получается красноярск на самый самый дальний но алтай тоже как бы туда по дороге на на будет ну примерно тоже до часов шесть там до белокурихе можно даже 7 вот и там заринск еще таки удаленно начали нового региона появляться вот такие дальние от вас до почти сразу появлялись у нас первая как раз была франшиза другого региона по сути мы были в кемеровской области только и ребята из новосибирска хоть захотели они жили в кемерово переехали в новосибирск и просто верт ребята давайте мы откроем ваши магазины там вот и первая франшиза была в новосибирске как раз так мы появились новосибирске потом такой же приехал из томска у нас на тот момент не было никакого договора франшиза ничего то есть мы вообще не собирались край франшизу но вот с их скажем так запросом думаю ну подумали что почему бы и нет вот в томске получается партнер полностью по франшизы в этом городе там нет наших магазинов алтайский край у нас есть там завод в заринске мы там свинину убой свинины там производство пельмени и сырокопченая колбаса частично производить вот и соответственно в этом городе он там логистика была мы там открыли магазин сначала один потом второй почему-то микро город и 50 тысяч населения вот и там достаточно успешно магазин работает красноярск тоже у нас был франш и франчайзе который открыл сначала в красноярске точки вот и потом мы в сами начали развиваться дальше еще в красноярске там же есть и партнеры и мы сами есть то есть эта территория универсальная вот скорее из-за партнеров мы вот другие а москва санкт-петербург но нет потому что во первых логистически не ну не адекватные места но мы думаем в сторону вообще у нас есть такая концепция локализации то есть мы хотим там в том же красноярском и сейчас делаем уже до местных поставщиков только продавать то есть красноярске что были только кемеровских фермера сейчас это не так то есть там есть местные фермеры но чтобы продавать локально в красноярске только место высаживать нужно там rc и мы на этом пути на самом деле да вот как раз мы нашли помещения и там еще нам кое-что строит и мы хотим прям открыть рц и и производства скоропорта готовой еды в красноярске тогда мы сможем локализовать полностью от рынка это для нас будет такой пилот который скажет нам ребята а вы можете в общем-то хоть где открываться учитывая что вы основную вот эту корзину скоропорта закрыли таким способом то есть фермерские продукты они локальные а производство готовой еды тоже станет локальным что скоропорт там по поводу колбасы и курица это еще тоже наше производство но это вопрос там курицу можно попробовать по продавать местную тоже это скоропорт колбаса она либо едет едет она намного лучше потому что с москвы у нас продается колбаса вот либо тоже местных сучки то есть это уже вопрос такой второстепенный вопрос тестов но в целом это для нас будет такое открытие можем ли мы в другом регионе в общем-то не связаны с нами логистика работ вот да там сегодняшнего момента нельзя поэтому нас нету нигде вообще в принципе калин малины бренд про сибирь мы говорим что мы ну и мы продаем только товары сибири соответственно мы не лезем за сибирь никуда сибирь на самом деле огромное и нас далеко много где нет потому что логистически просто но удаление достаточно сюда я сейчас еду конечно знаете вот когда от города города 500 700 тысяч километров ну а дна радует что пока очень неплохо и очень неплохие дороги надеюсь что и дальше также будет вас вообще кемерово отличные дороги я отдельно отмечу потому что наверно пока что лучшие дороги которых они встретились за текущий период это здесь кемерово идеально фишка была нашего губернатора еще все время были крутые дороги он прям за это топил но и поддерживается на уровне вообще замечательно а вот мы сейчас говорим и про скорпорт и вот средний чек в итоге в какой получается по сегменту покупателя средний плюс средний чек средний где-то 350-400 там виной в этой вилке примеру да ну у нас же корзина достаточно полная такая ну продовольствие вот поэтому где-то такой средний плюс или средний мы так не делим на самом деле ну вообще соцзем такая штука которая я не считаю не совсем правильно больше паттерн надо смотреть вот но в целом все равно большинство конечно люди там на средний плюс если взять их доход но это вот триггер там переход на здоровое питание появление детей это все равно люди такие с болен и на высоким достатком у кого уже там потребности базовые закрыты и не все равно да да и у них уже есть там смысл когда они видят смысл перед там платить больше за продукт который отличается там помышлено когда уже цена и ценности до кризисовый процент да тут уже говорить ну то есть мы не понимаем что например условного там потребителя не знаю светофора или еще кого-то нам не получится к себе затянуть и не надо это делать пытаться это делать нужно на своем сегменте просто работ но позиционирование есть специально позиционирование вызовет от того кого вы хотите видеть а уж остальные по пути заедут это факт сколько искали сейчас среднем насчитывает ассортимент ваш магазинов как-то я отвечал на этот вопрос что было две тысячи по моему да и мы кстати когда в звермаркет заходили а у них была вилка по 4 и мы не могли попасть и нас не брали и в итоге но в итоге они нас взяли им нужны были мы взяли в кемерово своей доставкой делать через бермаркет том числе но и через себя и через бермаркет через агрегатор тоже работа и так и так это эффективно с учетом того что мы с ними договорились на неплохих условиях это эффективно но это почти также выходит как твоя собственная курьерская доставка но и не секрет собер маркет в общем-то убыточный вот чё бы за их счет не подоставлять людям продукты сейчас они начали там платную водить ну а в целом но это прям затраты нашей доставки примерно один в один выходит но если про доставку говорить какой процент людей заказывает поставку у нас не супер развита но вообще там не супер развит интернет-продажи мы там один процент продаем только онлайн да то есть это мизер поэтому ну сильно там говорить каких-то успехов нет не приходится вы хотите этот канал мы его хотим развивать но опять же если брать рынок кемерово то я бы не сказал что здесь прям есть много факторов которые позволят стимулировать сильно доставку у нас небольшой город у нас нет проблем с трафиком но с пробками и у нас доступность калин и малинов кемеровыми но она прям почти везде есть то есть у нас 32 магазин на город в 520 тысяч населения достаточно плотно мы стоим поэтому ну и поскольку мы здесь все-таки находимся нам проще здесь развивать доставку здесь нет такой супер большой потребности вот если другие там тоже новосибирь с например там тоже мы есть с доставкой но не сказать что мы там как-то успешно работать хотя там явно рынок больше будет разы хотим в любом случае ну потом поведение изменился потребителей там в ковид они вынуждены были освоить доставку поэтому ну смысл то как бы там не работать если человек это удобно затем немножко про формат поговорили а у вас есть такие истории когда вы встаете внутрь чужих магазинов ни разу мы не вставали shop and shop типа нет мы не вставали ни разу ну предлагали нам на самом деле в красноярске тоже предлагали ну как-то наверное не видим смысла мы можем сами встать рядом с этим магазином и это как правило достаточно успешно и это реально тебе повышает трафик это не забирает у тебя его когда рядом встает с тобой какой-нибудь супермаркет у тебя дела лучше становится они хуже поэтому вставать к ним ну зачем вообще про конкуренцию кто ваш конкурент ну как если взять это это любой магазин является конкурентом нашим там и огород наш конкурент и так далее в целом но прямого я не знаю честно говоря ну то есть у нас есть там подобный формат фермер центр они открывались у нас рядом дверь в мы ничего не почувствовали ничего ну то есть вроде как вот должны были сажать трафик хотя они там по вам до сих пор даже работать то соответственно у них есть к трафик не сожрали наш трафик поэтому сложный такой вопрос но любая торговая сеть любом случае является конкурентом вот магазина у дома скорее такие тоже небольшие сетевые форматы которые рядом с нами расположены спальных районов но коллеги из бегем ага да они наверное но в большей части то что мы там делаем тоже готовую еду они готовы еду похожие вещи когда людей мы опрашиваем там много много интервью проводим то они дали в этом либо у нас но скорее они наверное ну логично местные сильные бренды вообще просил бренда вот вы сказали что в 2014 году для вас некая точка отсчета вы вот когда вы делали вот этот бренд потому что действительно он за грим вот он реально прогремел в какой-то момент у вас вот прям волна была это понимает посвящение магазинов потому что я видела эту волну кто вам помогал это делать вы сами делали сам бренд нет почему не сами ну то есть мы были в поиске наверное ассортимента ну лишь мы у нас была розница как я говорил мы продавали там колбасу бананы кока-колу яблоки понимали что там это тупиковая ветка развития и невозможно дальше масштабировать продавать дороже чем в соседнем магазине бананы такая история недальновидная вот и мы были в поиске а чтобы еще найти и смотрели в том числе приезжали в москву смотрели избенку то дачи на вкус вилла не был красномят но он как раз параллели когда смотрели разные варианты и мы по сути так ну больше пошли от обратного наверное продавать то что нет в сетях ассортимент которого нет сетях у так у нас сложилась эта наша история ну и вообще в принципе мы там про фермеров всегда думали потому что мы производственники производственная компания мы работаем сетями периодически страдаем от условий однобоких в нашу сторону и соответственно нам всегда импонировали фермеры которые там делают классный продукт но не могут продаваться в сети и ну когда было такое всегда соучастие в эту сторону и потом мы когда свою там концепцию расписали мы поняли что здорово нам вообще ложится хорошо если с точки зрения зрения брендинга было маркетинговое агентство которое с нами участвовала в разработке мы ездили вместе причем с ними в лавку лавку у нас тогда наш референс был наверно основной по ценностям это лавка лавка и мы вместе ездили и потом вот там они с их помощью в том числе родили там этот бренд начали открывать это делать вот для того что концептуально не мучиться не потом не изобретать на месте когда уже построен проект вы все-таки пошли вот концептуально сразу поняли как что позиционирование все проработали совсем так нет не совсем так сначала мы но мы же не понимали будет ли товар фермерский дороже рынка продаваться из не было на рынке там успешных кейсов чтобы сказать да даже если по не были день в москве это же ну там лавка лавка но это же не показатель вообще для россии вот мы просто взяли в наши магазины здесь там яйца вначале молочку по моему и все просто поставили на полку и начали продавать все и посмотреть как люди реагируют с учетом того что цена была дороже рынка офигенная была реакция были хорошие продажи мы поняли что мы правильном русле двигаемся но и ты не можешь запустить так проект то есть у тебя нет поставщиков и у нет магазина ты как бы не можешь одномоментно просто это все запустить просто постепенно говоришь да у меня есть магазин я могу продавать ваши товары и постепенно их вводишь то есть они же не начну тебя окружать в тебя нет магазина ну как бы такая цепочка взаимозависимая поэтому там ну не знаю полгода наверное ушло что такой там ассортиментный портфель постепенно собрать 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 и начать его продавать Но все равно костяком ассортимента является производство ваше. Да, да, да. Ну да, мы не открывали новые магазины. Опять же, это был, ну и есть, остается огромный плюс для нас. У нас были площади магазина с нашей продукцией, и мы просто заняли там витрину с фермерской продукцией и постепенно просто ее увеличили. Когда приезжаешь во многие города, натуральность, натуральность, эксклюзивность, уникальность, это те слова, которые я слышу практически на каждом доме. В региона вашего присутствия достаточно много тех, кто тоже ориентирован на сибирское, натуральное. Вот как здесь вот получается как-то конкурировать, и что вы знаете, вот все-таки некий замыленный, что чтобы не появилось от этих слов. Ну, мы на самом деле двигаемся в такой определенной концепции, которую сами себе придумала, и она, наверное, ну, для текущего положения на рынке, наверное, замороченная. Ну, то есть, если взять, например, вкусвилл, который супер успешно развивается, то у них концепция достаточно простая. Ну, то есть, они продают продукт без добавок, находят завод, дают ему рецепт, там, и себестоимость, грубо говоря, и покупают у него в свои магазины. У нас к этому еще добавляется то, что мы работаем с мелкими фермерами, мы находим прям мелких. Мы работаем с тех, у кого проблемы со сбытом. Вот. Мы, ну, так как они мелкие, у них там полуручное производство в любом случае, мы их учим, отбираем среди них. Как с маркировкой дела? С какой? С меркурием? Да. Ну, нормально двигаемся в этом направлении. Ну, опять же, вот маркировка, да, мы понимаем, что мы этим процессом будем заниматься, полностью все организуем и организуем это у фермера. Только так это сможет работать. Поэтому мы на себя это берем, и им выгодно с нами в этом плане сотрудничать. Если бы это была торговая сеть, сказал, ну, слушай, разбирайся с маркировкой, и все, на этом фермер мог бы закончиться. То есть у нас такое есть поднятие вот этих фермерских стартапов еще, и это не, наверное, цель не про деньги. То есть если бы говорить про деньги, то можно было бы, наверное, работать с более крупными поставщиками, была бы ниже точно входная цена, ниже цена на полке, было бы успешнее стопудово. Но мы как-то видели вот в своей концепции эту историю с участием, с поддержкой именно фермеров, с развитием новых фермеров. У нас очень много фермеров, которые начали с нами работать с нуля. То есть они под нас сделали собственное производство, и они развились там с нуля полностью с нами. Вот поэтому, но если она там соответствует духу времени, ну, не очень-то. Ну, то есть люди, если ты начнешь спрашивать, насколько они оценивают вот эту концепцию, ну, не все, да, далеко. Они понимают, что продукт, да, там, без добавок, он натуральный. Наверное, большинство там на этом закончится, да. Кто-то поглубже, кто понял там фишку, они скажут, что он фермерский, что он от местных фермеров, что он от мелких фермеров, но это уже такие прокачанные покупатели. Но, как бы, это наша история, она нам нравится, мы поэтому ей занимаемся. А хватает поставщиков? Да, их на самом деле очень много. Если, ну, то есть кажется, что их не существует, такой при первом взгляде, а потом появляются такие продукты от поставщиков, когда-то никогда в жизни бы не подумал, что это вообще можно здесь производить. А эти поставщики только с вами работают или... Нет, они... А вот этот, знаете, кусочек абсолютно уникального ассоцимента, кроме вашего магазина, нигде невозможно купить такой есть. Почему нет? Но, смотрите, если мы находим поставщика, и он работает, условно говоря, со всеми сетями, ну, или со многими сетями, и мы понимаем, что мы там и вот с бытовой структурой занимать будем условно 5%, мы вообще не начнем сотрудничать, нам неинтересно совершенно. Но мы не говорим, что ты не можешь ни с кем сотрудничать. Почему сотрудничать? То есть в любом случае мы, во-первых, можем не выбирать весь объем. Ну, мы плюс за локальность, за локализацию, мы хотим там в красноярске местных фермеров, соответственно, мы постепенно там отрежем им, наоборот, объем, потому что мы начнем возить там местных поставщиков. Поэтому, ну, выстраивайте сбыт и там, и там. Вот. И кто-то только с нами. То есть если я мелкий, например, и мне хватает, в общем-то, я там сам произвожу на вас своего объема, то я могу только с вами работать, таких тоже достаточно много. Ну, то есть у людей нет желания там масштабироваться? Ну, у нас очень классные условия. Вот, помимо того, что мы там берем мелких, мы еще с ними суперусловие, то есть мы вообще не выбиваем с них скидки, и мы переоценку, ну, если он говорит, там, поднялась цена, например, мы запрашиваем объяснование, чтобы нам транслировать что-то людям. Ну, в целом мы говорим, да, окей, как бы мы поднимаем цену на полке, и все. Плюс у нас там оплата, до 7 дней мы с ними выплачиваем, кому-то предоплату даем, если нужно там сырье, например, закупить, там, какие-нибудь заготовки сделать или стеклотару. Вот, у нас такие суперлояльные условия, из-за этого им часто лучше с нами работать и больше ни с кем не работать. То есть вы говорите стеклотару, то есть вы инвестируете в поставщика? Да, да. А насколько, скажем так, глубоко могут погрузиться вот ваши процессы в их процессы? Ну, если говорить про стеклотару, ну, например, у нас были такие, сейчас я не знаю, кстати, но вот когда я там плотно этим занимался, да, был фермер, например, он говорит, заготовки я же делаю в сезон и делаю их, ну, на весь год. Соответственно, мне нужно закупить стеклотару. Но если, опять же, это мелкий фермер, у него нет столько денег, чтобы купить там даже на 100 тысяч этой банки, например. Но мы покупаем банку, ему ее предоставляем, и тогда он весь сезон нас обеспечивает. Часто, если это несколько поставщиков, например, и они используют одну и ту же банку, мы можем, ну, мы делаем сейчас там совместную закупку, чтобы сэкономить на этой банке, и там, пользуясь нашими объемами, делаем оптовый закуп такой по низкой цене. Много таких вариантов. Ну, вот мы, да, как раз этот вопрос, который работаем только с мелкими ферми, а от каких объемов поставок вы готовы работать? Такого нет, нет такой шкалы. Ну, то есть мелкий фермер – это субъективная история, особенно там. Ну, на наш взгляд кажется, что он мелкий, грубо говоря. Вот, но это обязательное условие. Это он сам, либо он сам делает производственный процесс, или управляет этим бизнесом, вот, либо непосредственно принимает участие. То есть это не там не руководителю, который 10 бизнесов, а один из них вот этот. Это не про нас. То есть это либо вообще сам руками, либо там микроколлектив, и он с ними, либо он непосредственно управляет этим производством. Поэтому здесь нету шкалы объемов. Продуктов очень много, они все разные. Как бы их нельзя засунуть под какую-то определенную цифру объема. Это одна из самых, на самом деле, интересных моментов, когда некрупные бизнесы, да, но при этом вы уже, ну, слушайте, ну, сто с лишним точек – это уже некая необходимость и стандартизация. Масштаб все-таки присутствует. Вот как здесь, в случае, когда у вас есть свои точки, есть партнерские точки, как получается вот быть, с одной стороны, гибким, то есть условно вот не думать, насколько маленькую партию там берете, да, с другой стороны эффективным, потому что все равно, ведь и трудозатраты, и операционные составляющие, они все равно имеют, ну, списание тоже никто не отменял, да. Вот условный автозаказ, который активно используется в других магазинах, у вас он используется, а вот именно какая разница, или менее, насколько повторяют процессы ваши партнеры по франшизе то, что вы делаете, вот это абсолютно одинаковая у вас работа. Смотрите, с поставщиками работаем только мы, то есть поставщиков, аттестовываем только наши там скауты, которые ездят по деревням, мы этот процесс не транслируем на франчайзе. Франчайзе пользуется сортиментом, который мы отобрали, вот мы точно понимаем, что мы его там проконтролировали, проверили, у нас есть лабораторные контроли, там входной контроль, есть периодический контроль, есть аудиты фермеров, ну, при входе к нам в принципе есть, то есть мы его не примем, если он не пройдет аудит, есть периодический аудит фермера, то есть поставщиками занимаются только мы, поэтому этот процесс мы франчайзем не транслируем. Франчайзе, который работает в рознице, у нас есть точно так же там служба аудита по качеству, служба HR-аудита, которая приезжает, там сервис смотрят, то есть мы таким образом, ну, мы и свои точки точно так же делаем аудит, точно также делаем точки партнерский аудит в этом плане на для нас нет никакой разницы если говорить про сложности сложности есть но поскольку мы не стартап все-таки мы начали там работу уже с имеющимся заводом и магазинами то у нас развитая была сеть логистики мы не находили там не перевозили по чуть-чуть у нас были маршруты почти во все там города да и во все там в деревне и мы просто обратным маршрутом привозили и привозим этот товаре в этом плане очень много своих не есть конечно и поэтому у нас условно не такая адовая цена на фермерский товар сложилось как она там в той же лавка например было просто потому что у них куча операционки было вот в этом плане у нас все удачи нас огромные рц но мы начали на нем собирать фермерские товары да это сложно перепаковка под каждому я не пакуем ничего нет на смысле в том что вы собираете полет и до каждым сборка наша до упаковка там полностью продукт готова приходит ответ вот ну просто адаптировались научились собирать сколько сейчас фермеров с вами работает где-то 150 плюс примерно 150 170 а на старте вот условно вот это сейчас уже стабилизировал цифра или у нас продолжает почему мы же локализуемся сейчас красноярский даст там рц сделаем откроем начнем там их пушить дальше вот вообще она должна расти но по идее не так резко теперь органически да но тем не менее там если мы заходим в другие регионы куда-то или в отдаленной точке мы тоже там ну там хлеб как минимум появляется местный молочка тоже какие категории у вас алкоголь есть нет это ваша принципиальная позиция ну просто фермерское вино тоже есть фермерская вина нету но вообще алкоголь в принципе крепкие там если начиная там выше пяти градусов это монополизированная отрасль ну какое фермерское вино есть краснодарский край где-то должен отдать за лицензию 10 миллионов помы 20 на счет положить что если что у тебя оттуда это спишут какой фермер 30 миллионов рублей ну да и опять же это же не сибирь в сибири нет вина никакого вот но и наверное мы не хотим сильно ну то есть мы не видим как потери от этого и это скорее плюс чем минус то есть ты приходишь магазин где нет алкоголя прикольно ты покупаешь там только здоровую еду больше плюсов чем минусов не то что там супер принципиально она такая сложилась и мы как-то эту историю не развиваем но и я не вижу там большого смысла хорошо вот сейчас у вас сам около стати сети магазинов если какие-то планы там на открытии большего количества ну вот если вы уже я услышала что красноярском по активней сейчас развиваете но вообще какие-то вот конкретные цифры там до конца года там не знаю через два-три года вот десятилетию как мы компания которые не ставят планы ну то есть у нас нет вообще в компании планов не планов продаж не планов по открыть в том числе магазинов вот можно поставить план открыть потом закрыть частично вот поскольку мы развиваем франчайзе то есть у нас появляется отдел мы так выделили скажем так усилили по поиску франчайзе вот там последний на на за этот год три пом партнеров красноярске только открылись это много достаточно для нас такой активности у нас не было плюс мы в такую историю идем когда собственные точки сейчас торгово передаем внутренние франчайзе делаем такое да мы то есть это наши сотрудники например которые захотели управлять директора магазин нет но у нас не директоров у нас есть управляющие большинстве случаев это управляющие но не всегда есть люди из офиса например просто которые работали но они говорят что мы хотим попробовать себя в роли как бизнесмены взять франшизу то есть мы им отдаем свою точку полностью которую мы там купили оборуду понять что у них нет старых инвестиций но они управляют как собственники уже вот мы потестили сначала отдали так раз два три магазина в начале партнером разным внутри и очень хорошо это ну такой хороший результат показал что один магазин на 20 процентов вырос вот и мы понимаем что 20 процентов по сравнению до того как он прислата сам к себе просто ну то есть вот этот взгляд собственника он позволяет добиться лучших результатов чем там наш отсюда управление из офиса с помощью даже управляющий даже там подобранные классный так далее то есть когда ты предпринимаетесь когда да и мы поняли что эта история такая про нас мы хотели эту штуку мы просто протестировали что она на самом деле классно работает но потому что когда у тебя очень много магазинов начинаешь такой бы чуть медленной слишком много людей и так далее то есть хочется облегчиться в этом плане да мы потратили деньги на них там и отдаем прибыль и партнеру вот но при этом мы понимаем что этот позволяет им расти а мы так не сможем поэтому вот эту штуку развиваем помимо того что у нас есть внешняя франшиза привлечением инвестиций от партнеров еще есть внутренняя такая и мы планируем свои точки там но может не знаю оставим все такие где мы будем экспериментировать такие ухудшающие эксперименты делать чтобы не лучшую ну чтобы я между чтобы не за счет франши франчайзи ну какие-то эксперименты же у тебя требуют затраты просто является там факапом каким где-то теряешь деньги как бы сложно будет это делать на чужой франчайзи и . вот поэтому может быть какую-то такую часть мы оставим в таком оперативном управлении но в целом хотим вот просто передать процесс идет достаточно так успешно вот и поэтому ну то есть у нас нет каких-то ограничений в плане того что мы открывать будем точки нету никаких планов конкретно что мы должны столько открыть то есть мы просто понимаем там ну крик красноярском регион которым мы более успешно развиваемся и там интереснее там открыть локации куча там например если взять камеру ну мы наверно переносить или уже этот городом 32 точки на 1 то есть уже такой либо точечный какой-то выбор под новые застройки либо этом ты каннибалину занимаешься открыл точку съела это трафик такая история авто а автоматизация вас как построена то есть франчайзи берет вашу включается полностью вашу систему как если говорить про там у нас есть система автозаказа например да автозаказ мы делаем в том числе на франчайзинговой точки и в системе он работает в нашей если говорить про бухгалтерию то она продукт одинаковый есть использование баз но она у них своя и бухгалтерия в том числе и наемный бухгалтера то есть у нас здесь процессы разорваны вот это же другое лицо да нужно другое лицо кассовые решения конечно одни мы их просто там транслируем и все и вот смотрите у вас получается сейчас вы сказали там 30 с лишним объектов здесь по кемерово вот если понимать что лет восемь у первых объектов как прошло уже есть реновации какие-то изменения как менялись магазин вообще есть такие историки когда вы закрыли магазины открыли вновь вот да но мы на самом деле больше чем пять лет не держим магазин вообще три года где-то мы такой делаем переформат его называем делаем там ремонт делаем там но то есть есть какой-то сформулирован сформированный за три года ассортиментный какой портфель то когда мы его открыли мы там копипаст сделали грубо говоря да на точке все но аудитория разное предпочтение разные и есть какой-то смесь двиг в сторону ассортимента за эти три года ты его понимаешь ну что грубо или просто тренд например готовая еда просто выросла в целом и она не помещается в эту витрину там а что то например сократилось и ты уже при первом формате просто ну меняешь витрины там этих больше этих меньше и делаешь полный ремонт где-то 1 3 года примерно мы это делаем но 55 лет это максимально сейчас сказали затянулись про готовую еду у вас ее достаточно много но при этом в 10 тренд на готовую еду которая упакована которая там футу гол как у вас с этим сейчас как вы видите соответствует тренду ваша реализация ну да это такая самая на на растущие у нас сейчас нишу в магазине это мы на ну вот я же говорил чтобы в красноярске мы хотим как раз готовую еду открыть не зря же вот помимо того что это фреш это еще и такой объемообразующий ассортимент то есть там просто условно там та же самая колбаса которая есть везде она не растет она наверно скорее долю свою полку отдает в пользу готовой еды готовой да это растет до трендовая история у нас она неплохая готова еда мы ее делаем без консервантов такую ультра свежую еще тоже сколько срок 23 ну так два сутки что то есть суши там сутки да 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 вот а там ну есть проект такие сетевые где там все-таки 75 мы от них ну да да мы от них от строги об строге ноги либо газ либо там консервант мы от них абстрагируем ся еще вот этой штукой вот и она супер востребована бы прям понимаем что за ней будущее там у нас ползавода уже на готовый ду занимается они колбасой вот ну а ну да вы там показывали что вот здесь где-то в этом цехе делается суши да поэтому ну сто процентов это то что там и у нас в регионах точно так же как там и в москве можно я здесь прошу вот вы сказали что вот суши сейчас готовится там еще что то вот мы буквально несколько дней назад были в добрянке вот прям рядышком а видите ли вы возможность все-таки вот калина-малина это вот про все-таки вот русскость такую да пойти в тот тренд создания где-то вот поддержки там добрянки той же вот части вот такой русской еды добрянка это кулинария и это такой на мой взгляд не масштабируемый бизнес то есть это бизнес сотни людей персонала который готовит все на точке но это надо там просто жить чтобы управлять этим мега сложным процессом собственно поэтому она одна я думаю вот она мега успешная факт я читал его интервью закал все свои магазины стал добрянка бахитле ну где она в масштабе то есть как-то масштабировать мы все-таки про историю про еду я понимаю да ну на ставе квадратах очень тяжело готовить ассортимент у нас он есть но это скорее наверное мы ее будем модернизировать в пользу таких более таких готовых полуфабрикатов потому что тяжело контролировать на 100 точках у тебя будет словно 100 разных видов одного и того же продукта это мы умеем это делать в производстве хорошо на одной линии как бы это мы да у нас там стандартный продукт выходит и мы наверно плохо это умеем делать вот в разных точках в 100 точках по региону и не видим в этом смысла то есть но там люди уходят какие-то полуфабрикатом взять если доду пиццу например ту же самую такую супер до чуваков по франшизе они поставили тестовый завод но не просто так в том числе то есть все таки если хочешь стандартизованный продукт делать нашем случае это надо максимально его готовить на производстве и там в точке просто доготавливать делать какой-то выпечку там уже с какой-то отработанной программой автоматизировано минимум вот этого русского труда добрянка это обратная история это 100 человек замесили постряпали крутой проект офигенные цифру как его масштабировать я не понимаю но мы не умеем они умеют наверное ну на самом деле по поводу масштабировать а мы с вами не можем говорить это факт потому что одна только печка чего стоит это же найти пространство где эту печку разрешат поставить она же надолго да ну конечно я не устаю удивляться в этом плане такой вот энергии которые идут от проектов но на самом деле на текущий момент вот практически везде куда я заезжаю в магазины от людей просто ошибает невероятной энергии потому что действительно люди хотят кормить людей и это вот просто удивительно еще один момент мы про доставку уже поговорили но один из элементов продаж акции да как у вас устроена история с акциями с лояльностью так далее вот давайте в этом направлении поговорим про удержание покупателя акции у нас есть но они ситуационные ну смысле например продукт у тебя там не сегодняшний а вчерашний и ты ну там есть правило грубо говоря ты можешь там 15 25 процентов на него сделать скидку там зависит от продукта то есть ситуационность значит что продукт не такой свежий как вот лежит на полке ты можешь продать по скидке просто акции типа но особенно фермерские продукции просто типа вот мы договорились с производителем желтой цене ну во первых мы их не отжимаем поэтому нас так это кликации у нас не бывает они могут быть по нашим продуктам продуктов завода но это такая очень редкая нерегулярная история в принципе чтобы фермер может прийти сказать давать пак может наверное но вряд ли мы пойдем на это во первых немножко потребитель другой то есть мы не видим мотивацию мотивации потребителя в поисках акционных товаров мы все-таки другой магазин маленько и мы пробовали что-то делать это дает как правило результатом снижение продаж и не увеличение ну тоже че так дешево стало что-то не то вот с регулярным ассортиментом заводским в сетях отработать сто процентов там мы же продаемся в торговой сети наши наши но наш наш продукт естественно есть во всех сетях вот в наших магазинах бывают какие-то ценовые снижения но это такая не такая частая история вот ситуационная есть там например гриль в конце но там что что пожарилась в конце дня со скидкой естественно там готова еда потому что она там уйдет просто в списание тоже там в последний час работы там какой-то хороший дисконт мы сделали недавно систему лояльности у нас нет карты у нас есть цифровая цифровое приложение мы его запустили мы не даем там скидку прямую не даем вообще там есть накопление бонусов ты их можешь потратить сегодня на карточки в наш магазин ну то есть ну купить подарочную карту в 500 там тысячи рублей по моему это пока 2 но вообще изначально мы ее задумывали и мы ее будем реализовывать в пользу нематериального такого нематериальной траты ну то есть купить какие-то например там эко продукты которые только можешь купить на эти баллы там кинь шопперы например еще что-то да там за донатить например фермеру на какой-то проект то есть мы больше в ту сторону ну мы проводили тоже там кучу условно сделайте под меня головку сыра ну тип того да там сервисные есть тоже предложение например у нас есть там нарезка такая праздничное оформление блюд она стоит денег ты можешь ее за бонусы ну бесплатно получить вот то есть не в прямую скидку и не в прямую бонус равно 1 рубль чтобы ты потратил то что это не интересно нашим потребителям и нам это не интересно это очень убыточная история вот но что-то прикольное классно им надо дать пока это просто карты но мы только осваиваемся она у нас может полгода эта система вот она нам нужна естественно для данных чтобы с ними работать а как получить но нужно что-то дать но дать желательно не денег потому что здесь ты будешь давать деньги то ты скорее разоришься успешный проект по лояльности вообще калина-малина да ну конечно он прибыльный естественно моего по рынку оцениваем он был убыточным и было точно не развивали что самое важное для вас в этом бизнесе вот все-таки продажи очень производственник с одной стороны да вот ли всем производства работал много вот и вот уйти в продаже это все но немножко разные зоны мозга в это время задействовано да я бы не сказал что я ушел в продаже ни один работаю нас три тысячи человек вообще в компании работы вот но это просто одно из направлений это сбыт для производственной компании в россии но в большинстве своем это такая точка неизбежности когда ты понимаешь что если ты не будешь каким-то образом налаживать свой сбыт либо мощную сырьевую базу то в принципе тебе недолго жить осталось на этом рынке потому что сети тебя по головке не похвали не не погладит при очередной переоценки скажут мы ее не принимаем через год обращаясь вот тут условия такие были и поэтому вошли в розницу если была вынуждена история мы изначально это было как фирменная роза изначально мы вот от обратного грубо говоря туда пошли сделать какой-то сбыт ну чтобы иметь какую-то независимость много раз бывали ситуации когда мы переставали сотрудничать сетью ну там вот и как бы ну не хочется же вообще-то закрываться нам 30 лет там 31 год в этом году будет компании а потом мы поняли что это у нас получается мы начали по-другому это делать и это прям направление бизнеса которая в общем-то доход даже больше чем завод приносит и у нас получилось там то есть могло и не получиться в общем-то у нас как-то получилось хотя мы не из ритейла но больше наверно там заслуга я сказал моей сестры которая пошла в магазин как раз когда это все изменение было и полгода там продавцом отработала и она там стартанула вот именно изменения связанные в сервисе точно там ее заслуга я там больше вот с фермерским с продуктом занимался она конкретно уровень с изменением ассортимент а не трудно в данном случае все-таки родственные отношения очень часто как раз в рамках таких вот когда вроде вот семья и это же сложно все равно делить рабочие и семейное не сложно было работать так нет но с родственниками эта история там трудно и тяжелая вот но семья чине родственники семья же это семья не сложно наоборот хорошо то есть мы очень классно там друг друга дополняем в этом плане и там если говорить про отца да про основатель то он очень мудрую штуку сделал несколько лет назад он сказал он просто грубо говоря отошел в сторону и говорит что занимайтесь ну так дал путь такой и не пытается участвовать здесь потому что это такая важная вещь очень там я много кого знаю у кого есть дети бизнес и родители там до гроба сидят грубо говоря вместе принимать все решения неудивительно что их дети там ничего не могут сделать что и они в общем-то не дают и такая утопичная история дети либо уезжают куда-то просто в другую страну или город нет не скучно но это нужно отдать должное ему что он дал этим по управлять и как бы ну со стороны грубо говоря на это смотрит он там занимается некоторыми проектами на фабрике ну такими просто такими супер инновационными с одной стороны когда нужно верить чем здравый смысл смотри например там у нас есть отхода эти были помет куриные и вот там как и его сделать переработать в удобрение то есть такой проект сложный затратный был но мы на самом деле пришли к тому что сейчас мы продаем эти удобрения и зарабатываем на них потом там следующий этап это были грибы и мы их запустили переработку этих грибов и сейчас мы там на стадии переработки отходов от грибов в удобрения в биогумус концентрированный который можно поэкспортировать вот он больше в таких проектах участвует но как идеолог там и разгоняет нас скажем так таких неочевидных вещах вот вас одна из точек посещения у нас предполагается еще посещение пункта сбора мусора то есть это инициатива как появилась но вообще одна из наших там в наши концепции один из принципов это экологичность фермерском товаре то есть мы стараемся но вообще если там фермер производит товар без использования пенсифицида гербицидов натуральным образом то он очень сильно помогает экологии в целом то есть работа с этим ассортиментом уже экологично но и мы всегда за эту штуку топили мы очень много на заводе здесь сдаем отходов рассортированных зарабатываем на этом на самом деле но сдаем давно там лет десять уже мы этим занимаемся то есть когда это мейнстримом еще не было мы сдавали там картон пластик разный вот и инициативу транслировали на торговой точке ставили мусорки с раздельным сбором но оказалось что ты этот мусор даже если те люди его сортируют и положат ты потом в принципе никуда не вывезешь потому что никто не заберет у тебя от мусорки там стекло например но объемом с одну мусорку и прям боль и проблема вот и мы словили на самом деле несколько негатива даже из-за этого вот и мы думали о какой мы шаг ты на можем сделать чтобы в общем то сделать все таки как-то поработать этими отходами если не получилось возле магазина и мы решили что мы сделаем большой пункт для людей куда они могут приехать сдать этот ход мы сможем набрать достаточный объем в нем аккумулировать и тогда у нас его примут пусть даже там бесплатно или там за копейку но по крайней мере мы можем это реализовать и как бы ну свою миссию каким-то образом реализовывать таким образом так у нас появилась точка сбора это как-то свет нас конкретно с калийномалии это в целом ваша наш проект вот но там нет называется нам по-другому . сбора там есть одна ягодка от калийномалии в логотипе и насколько я знаю вас уже в данном случае коллаборация с федералами уже лентой но мы искали площади встать то есть нам нужно было просто где-то разместиться желательно там не платить за это ренту что понятно что это такой это некоммерческие проекты которые там бы от нас сосет потом по несколько ты сотен тысяч рублей каждый месяц виде затрат вот то что ну на мусоре ты не можешь заработать если ты его просто даешь но если ты не какой-то мега масштабный проект то есть это нужно было построить этот пункт его него инвестировать слава богу лента как бы пошла навстречу выделила нам место там спам без аренды и подключения дала это то что мы искали вот они откликнулись у них в этом плане хорошие такие инициативы и вот и мы такой сформировали пункт и там но он сейчас работает каждый день он работал два дня в неделю сейчас работает каждый день все дни в неделю и он очень много людей собирает причем мы принимаем бесплатно абсолютно все отходы мы ничего не платим за них и там на иногда можно в очереди постоять чтобы сдать бесплатно свои отходы вот то есть это очень классная штука она есть потребность у людей в этом чтобы не на свалку все скопом чтобы разделять отходы можно можно мне в завершении наверное нашего общения такой вопрос задать я беседую естественно сейчас это по городам и я беседую с людьми и в омске мы поговорили с одним из людей который про федеральный ритейл высказался что вот они приехали составили свои магазины да и ничего для меня для города не сделали кроме того что начали продавать очередную еду вот ваше видение такого знаете регионального вас как регионального бизнеса в здесь живущего что вы конкретно делаете кроме того что даете рабочие места даете возможность покупать ну ваш продукт что еще с ну вот уже я услышала про то что вы вот такую инициативу а что еще и социального вы точно делаете почему вы еще полезны вашему региону но мы наверное основная функция это мы зарождаем покупателю такую мысль и когда он при выборе продукта будет задумываться о том кто его сделал где вот мы эту историю транслируем но с тем что мы работаем с местными с мелкими и пишем это все на этикетках у нас написано откуда как звать человека вот мы такую хотим связь чтобы потому что но чё винить там магнит в том что он встал и продает продукты дешевле что рядом местные сдохли но это же с другой стороны конкуренция если не смог с ним выдержать выдержать конкуренцию то как бы почему он плохой но потребитель по факту сегодня определяет вышли на рынке существовать или нет он если перестанет платить нам деньги в магазин то и нас не будет и магнит и никого по большому счету это вот такая мысль которая появится у потребителя если она появится он будет понимать что надо покупать местных тогда и магнит начнет продавать местных поставщиков у него выбора не будет иначе он будет просто никому не нужен вот мы пытаемся эту мысль зародить в потребителях используют свой проект и работает с такими людьми они на самом деле появляются в сетях эти фермера наши фермеры появляются даже кто с нуля начали они пытаются заходить в сеть там успешно это или нет получает зарабатывание лето вопрос 2 но они пробуют как будто сказать попробует почему потому что сеть какой-то момент понимает что блин а мне это надо с ними начинает работать не зря же они вот фермерские тоже до делают точнее просто так если вы это потребители не нужно было то они бы ничего не запускали зачем вот поэтому только вот менять мышление людей когда они будут понимать что локальная история это я поддерживаю свой регион свой край свой город деньги внутри остаются крутятся они нам не нужно их кому-то отправлять просто потому что там дешевле или еще к этому есть мнимая выгода давай ну на этой точке я предлагаю завершиться очень интересный тревью спасибо большое сможешь на могли уделить время знаете вот ритейл экспедиция наверно для этого и затеивала за для того чтобы встречаться с разными предпринимателями бизнесменами которые что-то пытаются сделать другое в своем регионе особенный момент понимать что принципе сеть калина-малина всего-то 8 лет существует то есть это 2014 год и мне постоянно говорят что нет не время запускаете уже поздно сети запускает мне кажется все всегда можно начать запускать главное найти то уникальное преимущество да все свободно все свободно абсолютно мы одни сейчас где ну еще еще надо что появлялось тогда будет больше потребителей понимать разбираться то есть это наоборот здорово будет будет симбиоз такой поэтому нужно чтобы еще 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 появлялись разные инициативы можно там чуть другое направление выбрать куча на самом деле места но ритейл настолько я вот выступал кстати последний раз не помню где я был презентацию показывала у меня был такой первый слайд я показывал фотографии супермаркетов и просил угадать что это за супермаркет по факту это любой абсолют супермаркет они все одинаковые но также не бывает это скучно и вообще-то ненормально когда все на рынке одинаково ну что ж я призываю заражаться такими идеями знакомиться посредством нашего видео и лично я уверена что коллеги готовы принимать в гости и до встречи в следующих эфирах ритейл экспедиция мы продолжаем двигаться по стране люди у нас еще красноярск другие города читайте смотрите сайт retool.ru подписывайтесь на наши события подписывайтесь на наши соцсети и до встречи в следующих выпусках видео вы Субтитры создавал DimaTorzok